Вместе с потеплением, друзья, в Петербург не только торопятся белые ночи, а в Невские воды заплывает ароматная корюшка, о которой мы уже успели рассказать, но и спешит сезонная аллергия. Несмотря на то, что буйное цветение у нас в городе еще не началось, ветрами, спасибо им большое, из Европы и южных регионов страны, к нам все-таки долетают пыльца березы, ольхи и орешника, которые становятся причиной слез, першений и насмирка. Прям даже у меня сразу нос зачесался. Ну, пешни давай. Апчхи. Друзья, в нашей постоянной рубрике «Большие вопросы о маленьких» сегодня, естественно, постараемся выяснить, как помочь нашим детям в сезон аллергии, и можно ли раз и навсегда избавиться от этого недуга. Знаете, и другие вопросы уже готовы ответить наши гости. Надежда Алексеевна Синельникова, врач-аллерголог, иммунолог-пульмонолог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, кандидат медицинских наук. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, к Надежде хочется стадить. Есть ли надежда вообще на то, что сезонная аллергия может как-то обойти нас стороной, стоит ли к этому готовиться сейчас или уже поздно, надо было раньше зимой думать о приходе весны? Конечно, нужно готовиться, всегда есть шанс, и надежда, как говорится, умирает последней. Мы много что говорим нашим пациентам, мы готовим их загодя. Так. Все, возможно. Вот просто вдруг кто-то сейчас подсоединился к нашей беседе, и счастливчик, он не знает, вот поленос, сеная лихорадка, аллергия, это все одно заболевание или все-таки разное? Да, действительно, сеная лихорадка и поленосы – это синонимы, и сеная лихорадка нам досталась от наших предков, когда так понимали болезнь, косили много травы, и, собственно, на сено давали аллергические реакции, отсюда и название. То есть у нас это сохранилось как-то в ДНК, потому что сейчас весной-то никто не косит? Теперь это называется по-другому, а весной, к сожалению, травы еще пока нет, но есть деревья, на которые активно мы даем аллергические реакции. Смотрите, ну вот по законам природы, да, весна всегда наступает в одно, можно сказать, и то же время, все цветет в одно и то же время. Почему наш организм не может адаптироваться и уже привыкнуть к этим березам, ольхе, орешнику? Почему возникает каждый раз одна и та же реакция? Организм так бурно реагирует на чужеродный белок, и чем больше времени контактирует с этим аллергеном, чем старше становится человек, тем более активны бывают реакции. К сожалению, это как снежный ком накатывается. У ребенка в детстве на березу ольху орешник может не быть аллергия, но с возрастом, да, как раз-таки после 20-25, может быть манифестация? Да, это самая коварная аллергия, которая дебютирует в самом позднем возрасте. А какие обследования, и когда, раз Ксения заговорила о детях, нужно проводить родителям, потому что, ну, представьте себе ситуацию, нет аллергии у ребенка, родители спокойно, слава богу, ни на что не реагируют. Как правильно подготовиться или просто провериться? Обязательно нужно провериться, нужно и кровь сдать на аллергены, соответствующих деревьев, трав, нужно также кожную пробу поставить. Ну, кожную пробу мы ставим в осенне-зимний период, лето и весна не подходят для этого. А скажите, а какие более точные вот кожные пробы или все-таки анализ крови? Мы всегда делаем все в совокупности, потому что по крови может что-то нам показать, так же, как и по кожным пробам один метод исследования дополняет другой. Можете ответить на коварный вопрос? Вот мы уже сказали, да, у нас еще особо ничего не цветет, но нам заносится пыльца, как говорится, из южных регионов и из Европы. Но почему у некоторых пыленос начинается уже в конце февраля, когда еще снег лежал? Это-то как можно объяснить? Это, к сожалению, наши погодные условия, это, к сожалению, пыль, грязь от машин, от трассы, это таяние снега. На таяние снега всегда многие аллергики начинают реагировать. Кстати, почему-то реагируем, хотя, казалось бы, влажность. Почему реагируем-то на таяние снега? Влажность вообще очень тоже коварная история в погоде для аллергиков. Ну, если это начало весны, то это, конечно, влажность, связанная с грязью, а вот влажность во время цветения – это сигнал для пыльцы к размножению. Поэтому в этот момент, когда влажность повышена, как раз пациент может еще больше ухудшить свое состояние. А психосоматически можно это как-то усугубить или, наоборот, запрограммировать себя от аллергии? Скоро весна! Ну, про психосоматику сейчас действительно очень много все говорят, и много аллергии тоже с этим связано. Хотя пыленос – это как раз одно из немногих аллергических заболеваний, которые в меньшей степени связаны с психосоматикой. Скажите, а вот аллергеноспецифическая вот эта терапия – осид – она действительно избавляет раз и навсегда от аллергии? Или после того, как ты ее закончишь, три года порадуешься, а потом она опять скажет «привет»? По-всякому бывает, но в любом случае однозначно можно сказать пациентам, что стало лучше. Да, мы не можем отменить весну. Если вдруг аллергия присутствует в достаточно таком массивном объеме в нашем организме, что и как вы посоветуете аллергикам или тем, у кого дети аллергики, мы не можем заколотить окна, мы не можем не выходить на улицу, мы, к сожалению, все равно живем в одной экосистеме. Сейчас очень много всяких рекомендаций. Начиная с бытовых рекомендаций, мы советуем людям использовать головные уборы, умываться, кто-то, у кого здесь промывать нос, использовать даже определенные есть маски специальные теперь с фильтрами. Это работает, я к тому, что вы как специалист можете подтвердить, что, например, умываться, носить маску, это работает, потому что в интернете вы сказали, там столько советов, там кто-нибудь... Использовать защитные спреи для носа, это тоже определенная фармакологическая группа препаратов. В общем, аллергия вот не так сейчас страшна, как еще, допустим, сто лет назад, когда от семной лихорадки было не укрыться. Да и сейчас не укрыться. Ну, сейчас хотя бы есть средства, есть прекрасные врачи. Спасибо вам большое. Спасибо.